Итак, песенку усвоили. Хорошо. Движемся дальше. Следующая тема нашей беседы — это периоды жизни. Это сложно для понимания темы, потому что большинство людей слушают от меня это все, но когда в жизни это наступает, они удивляются. Что такое? Чаще всего люди не понимают, что такое влияние судьбы на личную жизнь. Судьба что сделает с отношениями? Она буквально, в смысле слова, гасит чувства. И это временное явление. Чувства могут гаситься в отношениях двумя способами. Первый способ — это осквернение неправильной жизнью. Что такое осквернение неправильной жизнью? Живем для наслаждения, наслаждаемся друг другом, балдеем друг от друга, Богу слушать не хотим, у нас все классно, у нас все кока-кола, мы в Европе живем. Это значит, что постепенно отношения начнут приземляться. Приземляться. Приземляться — это означает глубины, чистоты, возвышенности. В отношениях уже не будет. С близким человеком будет нечем поговорить. У вас не будет, вы не сможете с ним открывать сердце. Между вами есть только работа, семья, дом, работа, семья, дом, секс, работа, семья, дом, секс. Все. Это не означает любовь. Понимаете, эта жизнь приземляется, приземляется, приземляется. Потом, значит, следующая стадия. Наступает момент, когда вам холодно становится друг с другом, потом противно, а потом вы расходитесь. Это означает осквернение любви. То есть вы, любовь, которая имеет божественную природу, и любовь означает видение в человеке божественных качеств, вы приземлились, то есть вы переключились на человеческое в человеке, вы ушли от божественных днем. Означает движение любви, циркуляция любви через секс, через квартиру, через дом, через деньги. Циркуляция любви очень затруднена. Энергия любви не движется через эти энергии с большим трудом. Энергия любви движется очень сильно, когда есть чистота, возвышенность, когда есть Бог, когда вы вместе читаете Священное Писание, говорите о святых людях, ходите в храм, молитесь, вы видите в человеке чистоту, хотя это с событий точки зрения не понимается, как любовь. Но на самом деле вы начинаете видеть, что человек очень хороший, чистый, верный, светлый. Понимаете, вы в нем видите то, что вы видели при первой встрече. Только тогда это все в романтических красках было, а сейчас другие краски. Видите, что это тот же самый человек, который вы прожили много лет, но он на самом деле очень хороший, чистый, светлый. Потому что вы эту чистоту видели в нем в результате служения Богу. Вы очистили свои отношения. Понимаете, есть такой термин очищение семейной жизни, очищение семейного эгоизма. Понимаете, это очень важный момент в жизни каждой семьи. И это реально люди не делают. Как очищать семейный эгоизм? Как сделать так, чтобы не осквернились отношения, чтобы чистота сохранилась? Для этого существуют правила. Правило означает алтарь в доме, означает освещение пищи каждый день. Правило означает приглашать домой друзей, кормить их освященной пищей, говорить о возвышенных вещах, не напиваться, не ползать под столом, не льгать. Понятно? То есть, даже как бы по-европейски, там, с бокалом вина, там, много не пьем, чуть-чуть, все равно это не то. Понимаете, надо приглашать людей в дом для того, чтобы... Это как Господь приходит в дом через людей, понимаете, потому что Господь живет в людях. Если вы приглашаете друзей в дом, кормите их, заботитесь о нем, говорите о возвышенных вещах, они уходят, и в вашем сердце остается чистота. Вы поругались до этого с мужем, после того, как послужили друзьям, они уходят, вы уже улыбаетесь друг другу, у вас очистилась среда. То, что вас волновало в отношениях с ним, уже не волнует после этого. И даже если вы просто покормите птичек, скворечник поставите возле своего окна, будете насыпать туда корм, даже птички будут чуть-чуть-чуть прилетать, клевать, ваш семейный эгоизм будет меньше, вам легче будет жить в этой семье, атмосфера будет лучше. Если даже вы будете подкармливать своих соседей по праздникам, хороший повод, понимаете, праздник наступил, звоните там, допустим, в Европе, все очень скованы. Да, я вас слушаю, я вам пирожки принесла, сегодня праздник. Ой, спасибо большое, всего вам доброго. Забрала пирожки, пошла. Все равно будет легче, понимаете? Все равно будет легче. Надо постоянно радоваться людям вокруг. Один вошнав в Америке идет на Новый год, такой шахранный в одежде, такой идет. Видимо, бабушка идет такая, он говорит, Харе Кришна, ей говорили. Бабушка ему отметила, Мэри Крисмас, Ту Ю Ту. Она не раздушила. Ну, приятно. Что еще очищает отношения? Отношения очищает, когда люди выходят по двору, садят цветы, облагораживают территорию вокруг, когда они ходят в храм и кормят там нищих, когда они идут просто какое-то служение где-то выполнять, ездят в цветные места, молятся там вместе, ходят в паломничество. Понимаете, отдых это очень крутая вещь в жизни человека. Отдых это означает свободное время. Свободное время очень важно. Вот смотрите, вот вы сейчас взяли и сделали одну глупость. Вместо того, чтобы поехать в Карловый Вар, вы поехали как бы вот в это место. Здесь ничего не обустроено, как бы, ну что за отдых? Ну там ерунда какая-то вообще с точки зрения отдыха ерунда. Но вы здесь получите в тысячу раз больше, понимаете? Может быть не такая комфортная среда, вы как это, ну, как в казарме там спите, отдыхаете. Среда не такая комфортная, но вы получите колоссальные изменения внутри вашего сердца. Понимаете, так это означает отдых в святом месте. Понимаете, вот такого места больше нет в Бельгии. Понимаете, где вот так, в Айшнавской среде, вот в этом. Есть много крестьянских мест, это тоже хорошо. И они противопоставляют. Я просто говорю о том, едите в какое-нибудь святое место в отдых. Можно найти такие свистые места, где и гостиница будет хорошая. Будет достаточно отдыха, но вы будете жить при этом под куполом энергии, святости. Понимаете, мы сделали, это я так подвожу, это рекламная пауза. Мы сделали такой фестиваль благость, понимаете, там просто курорт. Но так как 150 человек, которые молятся постоянно, каждый день обслуживают этот фестиваль, создается такая атмосфера, что вы приезжаете туда, и просто у вас сердце разлетается на части от счастья. Понимаете? У меня вот, я буквально вот сейчас до этого был в Таллине, молодой человек приехал на фестиваль благость. Пять раз приезжал. На пятый раз фестиваль благость его принял. Что это значит? Он ушел, он нашел жену сначала. Он там нашел жену на фестивале благость, женился. А потом фестиваль благость нашел ему еще работу. Он полностью удовлетворен этим фестивалем. Это реальная история. Ну то есть, другими словами, я не говорю сейчас, что только вот ваше ограничение, это фестиваль благость. Ищите свой отдых. У вас есть отдых, понимаете? Ищите. Ищите места в Европе, где есть храмы, где атмосфера чиста, там храмовые комплексы какие-то. Приезжайте там, отдыхайте, чувствуйте счастье. Ваша жизнь будет сильно меняться. Если вы приезжаете, допустим, куда-нибудь на пляж отдохнуть, там все оскверняется, понимаете? Там люди балдеют, ходят. Они там ходят, то есть они это... Ну, осквернение в вашей жизни, чистоты будет меньше в отношениях с мужем. Муж будет смотреть на развратных женщин вокруг, которые ему как бы смотрят в глазки строк. Может быть, он в этот раз не согласится, но в следующий раз поедет один уже. Понимаете? Ну, то есть, будет проще. Даже наряды нет. Понимаете? Просто я вам о чем говорю? Я вам говорю, как вам очистить ваши отношения. Вы мне все говорите, Олег Геннадьевич, вы говорите одно и то же. Олег Геннадьевич, загибается наша любовь. Понимаете? Это у всех она загибается, потому что живут люди неправильно. Любовь надо очищать. Отношения над чем старше семья, тем тяжелее отношения. Это одна песня. Я вам сказал, две песни есть, которые разрушают. Это одна песня. И она чаще всего встречается. Заморочились, понимаете? Устали друг от друга. И да, на песне нашел одну. Может, не такая красивая, но интересная. Потому что там как раз... Тема закрыта. Любовь уставших лебедей. То есть, что это значит? Это значит, что люди сквернили любовь материальной жизнью. Они не возвысили свою жизнь. Жизнь семейная предназначена для Бога. Если они не возвысили свою жизнь, чистоты нет в отношении, совести нет в отношении, глубины нет в отношении. Это будет любовь уставших лебедей. Люди устают друг от друга. Понаслаждались друг от друга. Постепенно все тает. Сейчас тает друг от друга. Все. И вторая проблема заключается в том, что даже если люди живут правильно, это то, что меня спросили на лекции, говорят, а мы повторяем молитву. Что у нас-то почему проблемы? Сегодня один молодой человек спросил. А вот это уже другая тема. Понимаете, это не тема уставших лебедей. Это тема плохого периода в жизни. Наступает время, и чувства отшибают. На короткий срок, там полгода, там 8-9 месяцев. Но люди искренне думают, что все. Нет чувств. Я всегда привожу такой анекдот, пример. Бабушка пришла, 80 лет, к врачу. Говорит, у меня, говорит, что-то я не мочусь. Доктор говорит, да кончилась моча уже, все, 80 лет. Анекдот. Отправил домой бабушку. Кончилась моча в 80 лет. И люди думают, все, кончилась любовь. Как в этом анекдоте? Неправильное мышление у доктора было. Понимаете, искренне человек считает. Ну не люблю, ну не чувствую, он меня гладит, ничего не происходит. Что такое вообще? Может, не мой человек, может, я ошиблась вообще? Понимаете, у кого сейчас раз, нет чувств человека близко. О, правильно, плохой период. У вас плохой период. Нет, вот девушка за плохой период. Еще полгода терпеть придется. А кажется, все, никогда не будет. Ломаю подъедную доску, ухожу из большого спорта. Кажется, все уже, ничего не будет. А на самом деле это просто, ну это судьба вас так за нас водит. И жить невозможно, что такое, нет счастья с человеком. Что такое, как с ним жить? И к человеку кажется, все это навсегда. Но это не навсегда. Но у вас наслаивается одно на другое. Осквернение есть в отношениях. То есть уже до этого было как бы слабенько, А сейчас еще наслаился плохой период. То есть вообще ничего нет, никаких чувств. Все пустота. Понимаете? Ну то есть часто вот эти две грабли сразу, как бы, человек на две грабли. Если он на одну наступил, и он, наверное, по башке бьет одна. А потом, когда на вторую наступил, ну вообще невозможно. Понимаете? Вот так у вас. Неправильно жили вместе. А сейчас еще плохой период. Но он всего продлится еще 6,5 месяцев. Потом опять легче будет. Вот это надо знать. Понимаете, что это ненадолго. Отшибает чувства у всех. Приходит время, и человек не чувствует. Близкого человека. И тебя не чувствует. Но если ты с Богом живешь, Он тебя не чувствует, но бросить не сможет, потому что совесть помешает. Совесть это что такое? Это Бог. Он не пускает человека. Человек уходит, уходит. Вот он начинает уходить, когда плохой период. Он не чувствует. Он начинает уходить. Уходит, уходит. И уйти не может, потому что его Бог держит за штаны. Так взял его и не пускает. И тут идет, а уйти не может. Это совесть так называют. Совесть так есть. Он думает, ну хороший человек как бы. Ну как я брошу? Ну хороший человек. Ну не могу бросить. Как-то неудобно. Как-то нехорошо получается. Не может бросить. А потом проходит, проходит период, и он уже не хочет бросать. Думаю, да все нормально у нас. А как сейчас не может благодарясь такой период? У вас такой период был два с половиной года назад. Вот в отношении к жене пропали чувства. А у нее вот только недавно закончился. Длился полгода где-то. Три месяца назад, а у нее пропали чувства. Ну что у нас до такого чиселия периода, он ждет собой, когда мы жили даже раздельно. Ну такое бывает, да. Потом опять сошлись. Это правильно. Один астролог сказал людям, говорит, ну астрологи они хорошие люди, вы из моей лекции уже знаете. Вот, он сказал, как бы, у вас, они пришли к нему советы, только женились. Люди только поженились. Он на астролог посмотрел, говорит, он добрый такой человек, говорит, у вас три брака, а это у них первый брак. Ну благословил, короче. Ну то есть если человек пришел с другим человеком, ему говорят, у вас три брака, это первый брак. Что это значит? Что, зачем с ним жить-то тогда? Никакой перспективы. Три брака, это значит, у меня будет трое детей, трех мужиков разных, как бы, и только последний, как бы, останется со мной. Ну нафиг тогда мне это надо. Сразу возникает вопрос. Ну интересно так, они очень сильно верующие люди. Молились Богу. Два раза разошлись, сошлись. И даже разводились, прям официально, два раза. Потом опять сходились. Три брака. Отстреляли, живут, нормально. Ну я просто привожу крайности. Не обязательно даже разводиться, понимаете? Можно просто, ну разорвала чуть-чуть судьба, а потом опять сошлись. Ну просто поймите, что Бог держит людей вместе по-любому. Понимаете? Он завяз, любовь возникает в результате влияния Бога. Это Бог связывает людей с сердцами. Это Его связь, понимать, не наша. Это Он нас связывает. Он создает нить такую между людьми. Понимаете? Он нас держит. И если люди очень сильно погружены в отношениях с высшей истиной, а у них чувства, собственно, достоинства укрепляются, они такие и становятся. То есть достойные в отношениях, красивые люди становятся в отношениях. Потому что если мы верим в человека, мы зависеть от него начинаем, унижаться начинаем в отношениях с ним. А унижение означает, что он тебя бросит. Униженные люди никому не нужны. Надо всегда быть мягким и пушистым в отношениях. Никогда не надо быть скользким и вонючим. Униженный не должен быть человек в отношениях. А у баи было обоих? Ну как бывает. То есть один гордым стал, другой униженным. Вышибает обоих. То есть человек начинает гордиться, а другой унижается. Или этот гордится, тот унижается. Если они двое гордятся, то у них нет отношения. Они на дистанции находятся. Ну и все равно держатся. Ну может такое быть. Люди живут и оба гордятся, живут как бы в разных местах где-то. И гордятся, они могут встретиться. Или оба униженные тоже на дистанции. Два униженных человека тоже не могут вместе. Судьба разорвала. Судьба разорвала означает неправильное мышление. То есть человек чувствует, как бы, нет счастья с человеком, ищет цвет другого. Так судьба разрывает. Она же нам не заставляет, она пинка под зад же не дает, судьба. Ты как бы и шел, шел за хлебом. Бат, с тебя пинка под зад, и ты пошел вообще от жены. Ну то есть так судьба, и типа потом оп, нифига себе, что ты, а куда пошел? Потом назад жене. Понимаете, судьба так не делает, она дает ощущения. Она говорит, да что ты туда идти, тебе там ничего нет уже, все. А он смотри, девушки какие красивые. Иди туда. Понимаете, судьба, она человека, ну, в мозгах его обманывает. И как долго это делится? Как долго? Это все зависит от того, какой выбор человек делает. Если человек поддался на провокацию, он начинает привлекаться какой-то девушкой, сразу же отшибает любовь ей к жене, к детям. Потому что мужчина жену, детей любит через свою жену. Ну то есть он глазами жены любит своих детей. Если он полюбил другую женщину, он же детей не может так любить своих, как раньше. Он думает, блин, да я вообще их никого не любил никогда, наверное. У него память отшибает о всем, что было. Все влюбляется. Он уже не помнит, что он детей своих любил, не помнит, что жену любил. И пошел в другую жизнь. Все. Загипнотизировали. Женская любовь гипнотизирует человека. А какая-нибудь ситуация, когда вы описали, нужно перестать сам в прошлом отношении с любовью, поддерживание, и это здесь больше всего. Но есть связь, если вы, но если вы как бы связаны друг с другом, как бы встречаетесь, общаетесь, нужно Бога включать в отношения, понимаете, в вашу жизнь. И проверять потом те отношения. Если пошло сближение, ну попробуйте. Это просто судьба так действует. Это другая тема, понимаете. Вот я вам показал, когда есть вот отношения, две вещи, которые их разрушают. Первая вещь – это осквернение отношений. Ну, то есть любовь, усталых лебедей. Ну, чтобы у вас ассоциации какие-то возникли. Вторая вещь – тяжелый период. Наступил, просто ассоциации было все нормально, бац, все, не люблю. А когда человек не любит, ему уже не может жить без людей, он начинает смотреть на других людей. Возникают сразу мечты в сердце, и они разрушают дальше семью. Но есть другая тема. Другая тема называется просто тяжелая семейная карма. Означает тяжело сойти с человеком. Просто тяжело быть вместе, медленно ознакомимся, медленно создаем семью. Это ваша тема. Ну, то есть просто между вами стоит стена. И эта стена передаливается молитвой. То есть вы молитесь, молитесь Богу, размягчается карма, вы сближаетесь. Но отношения не стали. А? Но ключ. Судьба везде одна. По всех отношениям. То есть как это она может действовать? У судьбы всегда есть две качели. Вот, допустим, первая качеля. Быстро сошлась, но человек неответственный, с ним неинтересно. Допустим, человек ответственный, но с ним очень медленно сходится. Это две качели судьбы. То есть по-русски сказать, как бы хочешь высокого и красивого, судьба тяжелая, получаешь или высокого некрасивого, или красивого, но невысокого. Вот и выбирай. Как бы или человек пьет, допустим, ну вот я говорю, две качели. Или человек пьет, ну как бы, ну хороший человек, как бы у него работа есть, все, ну выпивает. И ведет себя плохо. Ну так работа есть, деньги есть с ним, все классно материально, но человек пьет и ведет себя плохо. Второй вариант. Ведет себя супер, работы нет. И никакой вот этой устойчивости нет. Понимаете, так действует судьба. Означает, что надо выбирать? Выбирать всегда надо хорошего человека. Два кирпича летят с дома сверху, и один другому говорит, да не волнуйся ты, главное, чтобы человек был хороший. Всем нужно, чтобы был хороший человек, понимаете? Это главное. Человек хороший, а у вас хороший человек. Значит, молитесь, душите судьбу, не давайте ей как бы. Но как судьба действует? Она заставляет сомневаться. Вот чуть-чуть препятствия, и человек говорит, ааа, может это не мое, а может это не то, а где же то? И он начинает сомневаться. Вот это то, что делает судьба. Но если человек молится, он, понимаете, не надо сомневаться, идите в ту сторону, побеждайте судьбу, не получится, все равно вы выигрываете. Понимаете, вот вы этого принципа не знаете. Сомнение всегда разрушает жизнь. Есть такая шлока, погодите, самшаятма винашити, наямлока, стина порос, насукам самшаятма нога, самшая означает сомнение. Говорится, самшаятма винашити, сомневающаяся душа, атма винашити, будет разрушена. Наямлока, не на этой планете, стина порос, не в другом мире, насукам, нет счастья, самшаятма нога, сомневающейся души. Понимаете, так действует судьба, она на сомнение посадила человека, все, до свидания, счастье. Никогда не будет счастья, поэтому идите в отношения. Потому что, если вы пойдете, допустим, не туда, все равно вы должны понять, что надо идти к своей судьбе. Судьба вам дала мужичка, молитесь, идите в отношения, идите со всей силы, сколько у вас есть. Если этот человек, допустим, не согласится с вами жить, вы отработали свою судьбу, Бог даст другого, и сразу все быстро произойдет. Вы понимаете, о чем я говорю? Я говорю о том, что мы имеем дело в этом мире только со своей судьбой, ни с какими не людьми. Вот, допустим, муж уходит, надо его всегда возвращать. Не вернулся, Бог даст другого. Если вы отработали свою судьбу, у вас сердце легко стало, вы уже не паритесь, что он уходит, чувствует, что все будет хорошо, и все будет хорошо. Потому что, Бог вам дает другого. Или этот возвращается еще лучше. Ну, то есть тот человек, который идет смело вперед в жизни, никогда не терпит поражения в жизни. Он всегда побеждает. А, Леонид Иванович, сколько времени нужно молиться? Или еще 30 минут? Сколько? Чего хотите? Чего хотите? Чего хотите? Чего хотите? Сколько можете? Вот ты молишься, молишься устал. Дальше не сможешь молиться. Все, не молится. Все, молится, столько он, сколько может. Устал. Усталость из чего возникает? От механичности молитвы. Чем больше любви в молитве, тем меньше усталости. Если человек сильно Бога любит, он может хоть сутками молиться. Это зависит тогда уже от того, сколько у него времени есть. Понимаете? Ну, в основном люди устают от молитвы. Молишься, молишься. Почему усталость? Потому что молитва, она вытаскивает судьбу наружу. Это еще другая тема для беседы. Понимаете? Человек начинает молиться и говорит, блин, Олег Геннадьевич, еще хуже жить стало. Раньше вот как-то нормально было. Начал молиться, вообще плохо стало. Потому что люди как живут? Они все время откладывают судьбу на потом. Они не... Люди, все люди хотят счастье. Никто страдать не хочет. Поэтому они все страдания забивают в сердце. Назад, 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 туда, дальше, дальше. Страдания все в сердце. И там страдания копятся, копятся. Теперь что такое молитва? Человек начинает молиться, что он делает? Он все вытаскивает из сердца. Представьте, все вылезло, мне хуже стало, Олег Геннадьевич помолился. Молись дальше. Будешь молиться дальше, как бы... Испражнения вылезли, вонять начали, как бы... Молись дальше, очистишь, все будет хорошо. Ну, то есть полгода помолился, раз, класс судьбы сгорел, хорошо стал жить. Потом следующий выйдет. И этот период очищения может длиться несколько лет во время молитвы. И это значит, что вы избегаете большой беды. Люди как живут? Они живут, у меня все хорошо, у меня все хорошо, там раз, волной смыло. Следующий. Понимаете? То есть все живут как в этом мире? Волной смывает и все. Человек садится на наркотики, инвалидом становится, неудачником. Никто уже его не замечает, никто на него не обращает внимания. Все. Он стерт из памяти. Следующий. У меня все хорошо, у меня все хорошо, раз, волной смыло. Как люди живут в этом мире? Почему? Потому что судьба копится, 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 плакая, потом хряясь по божке и все. Какой это обратный процесс? Обратный процесс это молитва. Человек начинает молиться, вытаскивает из сердца, его сначала колбасит какое-то время. Вот поднимите руку, кто начал молиться, стало тяжелее жить. Нормально, ждите дальше. Вы уже 60% вот этого тяжелого периода перемололи. Еще 40% и вообще будет классно. И вы избежали большой беды. Понимаете? Нет, если ситуация происходит у человека, как он не начинает курить, когда я покурил, пил, или взял, а когда ситуация происходит, это обратный процесс. Какая ситуация? У него хороший период, сейчас начался в жизни, у этого человека. У которого. А? У которого. У которого вы говорите. Вы про кого говорите? Про себя? Куда? У вас хороший период берет, поэтому и не перь, и не курить. Плохое наступит, будет по-другому. Поэтому надо побеждать судьбу, не жить на этих волнах. Понимаете? Через меня мотает, словно мячик. Я катаюсь, качусь, пока хватает сил. Не надо так жить. Неправильное мышление. Молитва вытаскивает все наружу, очищает сердце. От грязи, скопившейся годы, повторяющейся рождении, смерти. Я же сегодня на лице с утра, кто был на лице, поднимите руку. Я же вам все рассказывал, как это все происходит. Еще как рассказывать, присутствие своего учителя, своего препада. То есть присутствие алтаря. Очень благоприятная атмосфера. Понравилась вам чистая атмосфера? Воспевание имен Бога понравилось? Почувствовали чистоту? Радость почувствовали? Сердце человека раскрывается, когда он чувствует Бога. Это очень древняя традиция, очень древняя. Раньше люди поклонялись Богу в состоянии глубокого счастья. Хороводы водили, танцы, пели для Бога. Потом это все превратилось в хороводы и танцы просто для мужиков. Понимаете, а раньше для Бога все танцевали, пели. То есть была другая культура совсем. Люди радовались Богу. Они разжигали огонь, как призывали Господа в огонь, и ходили вокруг Него хороводы, танцевали, пели. То есть Господь может присутствовать в огне. Он может присутствовать в огне, он может присутствовать ну как бы в извоянии, то есть если люди призывают его туда, в иконе, в картине. Если люди поклоняются святому человеку, святой человеку, в их это изображение заходит. И через него можно связаться с этим святым человеком. Так устроен этот мир. Если человек думает о фотографии своего родственника, который ушел из жизни, родственник, связанность, через фотографию становится. Если родственник может быть связан через фотографию, почему Бог не может? Чего родственник лучше Бога? Да? 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 Если, например, один человек закончил отношение и живет один человеком, если он оторвался, оторвался, думает о первом. А если вы думаете о первом, это называется вера в человека. Не Бога, а в человека. И это значит, что никого больше не будет в жизни, пока вы не поверите в Бога. Это состояние называется стресс. Ничего не сделаешь, нужна молитва. Пока вы не переключитесь на Бога, что делать? Нужно гулять, нужно получать энергию природы, потому что вы ослаблены, у вас нет сил. Нужно сначала природы гулять по свежем воздухе, с добрыми людьми общаться. Я гуляю. Гуляю. Вот. Обнимите ее. Хорошая моя, все любимая, дорогая. С добрыми людьми общаться, легче становится. С добрыми людьми легче становится. В храме больше бывать. Не бойтесь вас, добрые люди любят, не бойтесь. Расслабьтесь. Не надо бояться. Видите, у вас там сидит за садой. Расслабьтесь. Дайте себе возможность любить. Видите, вышло все наружу. Жарко стало, да? Жарко стало сейчас? Да. Выходит наружу энергия. Видите, вот этот ваш стресс пошел наружу. Женщина женщине помогает. Женщина начинает любить, по-доброму относиться. Надо отдать себя. Вы понимаете, надо отдать себя женщинам. Вы зажатые, не отдают себя никому. Поэтому стресс. Вы как бы упрямитесь. Если я хочу только этого человека, все, никаких женщин. Прямитесь. Поэтому страдает. Расслабьтесь, отдайте себя людям. Уеду срочно я из этих мест, где от черемехи весь белый лес, где звезды пенные и соловьи, и откровенные глаза твои. Олег Геннадьевич, у меня один вопрос. Если человек нас покинул, с ним можно связаться через его фотографии, только в том случае, если этот человек уже попал, посоединился с Богом. А понимаете, люди, когда покидают, не воссоединяются с Богом. У них переформировается тонкое тело сначала. Потом дальше они идут туда, где они должны жить. Если они живут в раю, они прямо в тонком теле живут. Если они в аду живут, тоже в тонком теле живут. А если они воплощаются дальше, то они рождаются где-то опять. Например, в Китае родился и не могут сделать тот же самый контакт. У вас есть контакт с ним остается, но он вас не помнит. Я провел этот эксперимент. У меня дедушка родился в Китае. Я начал вспоминать, молиться о нем, вспоминать, и он начал волноваться. Он уже взрослый человек. Он начал волноваться, потому что он меня сильно любил. Он даже не хотел уходить из жизни, пока меня не увидел. Понимаете? Он начал волноваться, но о чем он уже не знает. Но есть такое понятие ангел-хранитель. То есть это Господь в сердце этого человека вас помнит. И как бы через него связь все равно есть. Иногда человек во сне вспоминает прошлую жизнь, но не понимает, что это его прошлая жизнь. Он просто переживает этот сон, помогает всем, заботится. Так происходит контакт с своими близкими через сон. Человек во сне думает, что это просто сон, но он искренне хочет помочь, и он таким образом помогает родственникам. То есть связь остается, но при этом человек не помнит. Понимаете, если он рождается в район, помнит свою прошлую жизнь и реально помогает, становится ангел-хранителем. Если он рождается на земле, как мы, теряется память о прошлой жизни, человек ничего не помнит. Но если он молится, он может восстанавливать память. Вот я начал вспоминать свою прошлую жизнь, восстанавливать память, что там было, что там, чем я занимался, почему так сейчас, я как-то уже могу понять. Восемь жизней назад я очень сильно служил Богу и очень сильно достиг каких-то серьезных вещей. но я оскорбил святого человека. На восемь жизней я облюбнулся как бы вниз. И сейчас только начал вылазить, отрезвел, понял, вот в этой жизни только через страдания прошлой жизни у меня как бы отрезвление произошло в мозгу. То есть я понял, чем я раньше занимался. Постепенно пришло знание об этом. Понимаете? Духовный путь очень сложен, надо очень аккуратно относиться к верующим людям. Нельзя плохо думать о них. Они представители Бога для нас. Тогда твой духовный путь будет крепок и когда ты не упадешь вниз. Человек живет вечно, но у него постоянно, если он в материальном мире, экзамены он сдает. В этом мире все так построено, если ты к Богу не идешь, у тебя жизнь будет не очень. Мягко выражаюсь. Поэтому Бог так хитро делает, чтобы мы к Нему ушли. Конечно, все так все устроено здесь. Вам не надо об этом думать. В раю это не самый лучший вариант. Потому что когда человек в раю остается жить, он там долго живет, наслаждается жизнью, не работает. и он просто тратит свое благочестие там. Когда он не тратил свое благочестие, он опять падает на землю, рождается в Европе. Он такой красивый, весь благородный, у него очень хорошие манеры, работать не хочет, он же 10 тысяч лет там не работал. Представляете, отвык. Работать не хочет. и когда он пробует наркотики, он в этот момент начинает чувствовать то же счастье, что и там. Потому что наркотики это не спиртное. Спиртное они привязывают к аду человек, а наркотики привязывают к раю. Но человек все равно в рай не попадает после наркотиков. Понимаете? То есть он чувствует это блаженство прошлой жизни. Он вспоминает это. И он вообще думает нафиг мне тут работать, я буду просто наркотики употреблять. То есть после рая в следующей жизни дальше человек становится кем? Наркоманом. Почему? Потому что он уже не может здесь жить. Ему здесь неинтересно. Ему ничего не нравится здесь. Работать он не хочет, потому что 10 тысяч лет не работал. Конечно бывают случаи, когда человек опять начинает трудиться, опять хорошо живет, восстанавливает свое благочесть и опять идет в рай. Существует такой маленький цикл рай-земля, рай-земля, рай-земля. Вот такой вот. Есть другой путь в рай. Когда человек занимается духовной практикой, он попадает в рай, но райской жизни не чувствует. Ему создаются условия для дальнейшей духовной жизни. Но вы хотите не аскез, вы хотите счастья в следующей жизни. И это желание очень опасное для вас. Потому что вы живете правильно, вы попадете в рай, там побалдеете и опять на землю. А остаться невозможно. Там это как курорт, понимаете? Вероятность такая есть. Поэтому лучше всего не в рай хотеть, а служить Богу. Когда человек хочет служить Богу, он тоже попадает в рай. Но райской жизни там нет. Он там аскезы совершает. Дальше идет выше, выше, выше. Потом уходит духовный мир. А духовный мир это не рай. Оттуда никто не возвращается. Все там остаются навечно. И там человек живет в духовном теле, общается с Богом, служит ему. Духовный мир предназначен для служения Богу, а рай предназначен для наслаждения и служения себе. Выбирает, что вы хотите. изучайте, как устроен этот мир. Итак, мы с вами разобрали три вещи, связанные с личной жизнью. То есть первый вариант, когда судьба разрушается, когда человек освобождает свою жизнь, слишком много секса, слишком много мыслей о работе, слишком много мыслей о делах. В результате любовь тает, и это любовь уставших лебедей. В результате они вместе жить не могут, сначала они остывают друг по отношению к другу, потом им противно друг с другом, и они вообще расходятся. Второй вариант, это плохой период в жизни. Наступает плохой период, чувство отшибает, человек думает, блин, ну как так жить, невозможно жить, вообще нет чувств, никакого счастья с этим человеком. И у него картинка появляется, что есть с кем-то может быть счастье, у него начинают появляться мечты, и рано или поздно мечты воплощаются в жизнь. Человек бросает человека, потому что у него наступил плохой период. И третий вариант, называется тяжелая семейная карма, между людьми стоит стеночка, означает, человек не берет ответственность, человек не приближается к тебе, есть у него какие-то проблемы, которые тебе не дают возможность его любить, там, у мужчины, допустим, нет работы, у женщины нет детей, там, еще что-то, понимаете, то есть, ну, есть препятствия, которые не дают возможности тебе человека любить. Это означает тяжелая карма, просто и все. И что надо делать в этом случае? Молиться Богу. И эта карма, она растаивает, тает, и человек обретает возможности. Стеночка тоже, когда, допустим, возникает плохой период, связанный с личной жизнью, любовь отшибает, тогда женщинам подружки помогают, мужчинам друзья, нужно включиться в отношения, понимаете, не хватает любви, не только от жены же можно любой получать, от друзей, от общества в целом, от людей добрых. Это святое место, здесь всяко бывает. Иногда по потолку кто-то ходит. Я шучу, все нормально. Нормально бы нам создали немножко мистики, все нормально. Итак, мои хорошие, видите, вот во втором случае, когда плохой период наступает, добрые люди помогают. В первом случае, когда остывает любовь, обычно люди долго живут друг к другу, у них остывает, остывает постепенно. Нужно менять образ жизни, нужно поклонение Богу, нужно по-другому проводить отпуски, нужно вечер, вечернее время предназначено для людей проводить по-другому. Вечером надо не какие-то футбол смотреть, там женщины смотрят, вышивают, что-то там вяжут, с подружками болтают, а нужно вечер, вечернее время предназначено для чего? для семьи. Луна, когда восходит, это время любви. Надо для семьи жить, понимаете? И так человек побеждает, вот это он, начинает Богу служить, вечером правильно время проводит с семьей, старается служить близким, заботится обо всех, воскрешает любовь. собираетесь вместе с женой, с мужем, без спиртного, там в песне ничего об этом не говорится. цветы, луна, общаетесь по-доброму друг с другом, в это время краски нежней, понимаете? Цветы становятся красивее, лица становятся красивее, как бы воскрешаете отношения, чувства воскрешаете в отношениях, понимаете? Не футбол, хоккей по вечерам и там всякую ерунду смотреть, а просто друг с другом время. это аскетично сначала, ну не интересно, скучно, но если вы начнете так жить, вы почувствуете счастье, надо включиться в отношениях. Вот девушка не хотела, чтобы ее гладили, а потом ее расслабило в конечном счете, понимаете? Так же тоже в близких отношениях тоже вроде бы, ну как бы, ну некогда нам, давай дело взаимно, чего сидеть? Скоро вообще не будешь сидеть, вообще разойдетесь. Нужна, любовь нужна, вот общение, отношение нужно. Это аскеза сначала, а потом после это аскеза легче становится, хорошо становится. Надо проводить время вместе и, ну, поговорить о чем-то возвышенном. Вот просто поболтать неинтересно, почитайте, а возвышенных людей поговорите. Культивируйте, учитесь это, культивируйте своей жизни. Сначала это будет неинтересно, потом это станет прибежищем. Понимаете, нужно проводить кругу семьи в вечернее время, а не за футболом, хоккеем и вышиванием там еще что-то там у каждого свои прибывать. У женщин свои, мужчин свои. Но общаться не хотим по вечерам, значит, разрушаем семью. Субтитры создавал DimaTorzok